Обыкновенная судьба человека 60-х, 50-х годов родилась в Дворцовом селе, в деревне Сяськие Редки. Раньше она называлась Дворцовое село. Там выросла, там в школу начала ходить. И затем уже перешли в новую школу. Был первый выпуск наш, 11 класс. После школы в техникум поступила целозно-бумажной промышленности Ленинградской. Заочно закончила лесотехническую академию имени Кирова. Мне нравилась химия. Я химию любила. У меня по химии всегда пятерки были, по другим предметам что-то, может быть, не ладилось. А по химии я любила химию. Разбираться в этих формулах во всех, особенно органическая химия. Она очень интересная. И поэтому я и пошла на химическое производство. На малую родину всегда тянет. Это одно. Во-вторых, раньше отрабатывали. Три года нужно было отрабатывать. Направляли на сельские ЦБК. После техникума первое мое рабочее место было спиртозавод. Бродильное отделение. А мастером была Мария Алексеевна Федорова. Она многому меня научила. На спиртозаводе я отработала, наверное, где-то полгода. В этот период времени послали нас еще в сушильно-бумажный цех. Тогда все время был прорыв. Людей не хватало в сушильно-бумажном цехе. А затем начали пускать в опорной цех. И меня направили сначала в опорщиком. А затем я стала инженером-технологом. И отработала там почти 12 лет. Затем выбрали в правком. В правкоме работала сначала зампредседателя правкома. Потом председателем правкома. И затем начальник отдела кадров. Знаете, я все вспоминаю Евгения Степановича Гаврина. Который, когда выбрали меня заместителем председателя правкома, он мне сказал. Татьяна, самое главное, сделай, не обещая. Тогда люди тебе скажут спасибо. По такому принципу и жила на протяжении всего времени вот этого. До сих пор сейчас говорят, они вот в другой раз встречают меня, говорят, ой, спасибо, мы вам так благодарны. А за что? Я уже не помню этих людей. Честно признаюсь, я не помню их, потому что они повзрослели, особенно вот молодые люди. Но это разбирали же мы и прогульщиков, как говорится, и те, которые злоупотребляли алкоголем. Но ни один не сказал, что ты меня там несправедливо уволила или, то есть, дала решение правосоюзного комитета на увольнение. Ни один вот за всю свою жизнь, ни один не сказал, что я там несправедливо его оформила. Что заработал, то и получил. Самое главное, нужно, я считаю, к людям относиться с доброй душой и не обманывать их. Вот если раз обманул, значит все. У человека вера потеряна. А когда вера потеряна, то в жизни, особенно в нашей, вот сейчас, очень трудно жить. Ну, а конечная моя, на сегодняшний день, профессия – это заведующая музеем сельского цивозно-бумажного комбината. Вся трудовая деятельность как на ладони. Вся трудовая деятельность как на ладони.